Здесь можно делать огромные погреба, тоннели целые из погребов, наподобие, допустим, Абрау-Дюрсо, который знаменитый, по которым все страдают. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Пойдем, не бойся. Они тебя, видишь, боятся. Ты сильный, смелый бык. Привет, Форумхаус. Я Скопкарев Олег. Сейчас нахожусь на Глухом острове в Челябинской области, в Кусинском районе. И собираюсь вам рассказать про сырный погреб, который мы вырубили в скале. Когда взяли участки, мы не сразу поняли ценность этого места. То есть начали строить дом, начали строить стайки, со скотиной заниматься. И потом уже, когда появилось немного времени, я своим, так сказать, профессиональным взглядом геолога увидел, что это Клондайк на самом деле. Наше место находится на обрыве у реки. Причем на обрыве достаточно плотном и скальном. И, казалось бы, вроде ничего такого особенного нет. Но для строительства погребов это место просто уникальное. Здесь можно делать огромные погреба, тоннели целые из погребов. То есть как наподобие, допустим, Абрау и Дюрсо, который знаменитый, по которым все страдают. То есть за счет высокого берега и низкого уровня грунтовых вод здесь всегда будет комфортно и сухо. Плюс скала позволяет экономить на строительстве, потому что естественная скальная стена, это дает очень много плюсов. Плюс эстетика, естественно, еще и красота, и экономятся какие-то силы и средства. Плюс каменная стена, это очень хороший аккумулятор тепла, аккумулятор холода в зависимости от того, что надо. Он сглаживает все перепады какие-то возникающие. Там нечаянно забыли дверь закрыть на дуло или наоборот летом что-то потеплее стало. Камень имеет очень большую массу и большую инертность, скажем, вот так вот правильное слово. За счет этого в погребе будет всегда стабильная температура, что очень важно для хранения любых продуктов. Что мясо хамон выдерживается, что сыр, что вино. То есть они никто не любят перепады температур, поэтому камень как раз создает идеальные условия. Размеры погреба ширина 2,80. Значит, по длине получился он где-то 5,70-5,50. Высота тут, ну, 2 с небольшим метра. При стандартной глубине промерзания в 2 метра уровень грунтовых вод находится очень низко. Здесь буквально в 20-30 метрах обрыв высотой 30 метров. И поэтому пока эта яма долбилась, выбиралась, это в течение полутора-двух лет, ни в один ливень здесь на полу не было даже маленькой лужи. А объем помещения рассчитывался исходя из того, что мы планируем сыр выдерживать полгода. У нас рабочих, то есть в плане 5 коров дойных. Вот когда начали на калькуляторе набирать, то получилось помещение объем такой, что мы можем полгода сюда складывать сыры. Это в районе 2 тонн сюда можно поместить сыра. И через полгода мы начнем доставать и уже на пустое место складывать новый сыр. То есть объем этого помещения рассчитан на единоразовое хранение 2 тонн сыра. Это вот наша проектная мощность, которую мы не хотим увеличивать, но она нам как раз по всем показаниям подходит. То есть в летнее время можно все испортить просто от жары. В зимнее время мы, конечно, от холода страхуемся, но от холода порой даже проще, потому что если мы делаем искусственный погреб, то отопление сделать намного легче, чем охлаждение. То есть кондиционирование стоит дороже, чем нагрев. То есть нагрев мы можем любым методом, обогреватель какой-нибудь сунули за 5 копеек, но он нам согрел помещение. А охладить помещение это уже сложное оборудование, оно дорогое, но энергоемкое. И это на самом деле проблема даже больше, чем прогрев помещения. Хотя в идеале, конечно, чтобы не греть, не охлаждать. И здесь благодаря тому, что мы вырубили в скале, то есть не делали какие-то стены кирпичные еще. То есть скала это монолит, это массив, и он очень инертный, то есть на изменение температур. Даже если мы, допустим, остудим погреб, закроем двери, через какое-то время температура выровняется, потому что стена это все съест. То же самое, если их нагреем. То есть это тепло, все уйдет. То есть стены очень хорошие аккумуляторы вот этой температуры, они держат стабильный уровень. Плюс также они и влажность держат. То есть избыточная влажность будет уходить в камень, а если будет не хватать влаги, то камень ее будет отдавать. То есть он такой природный регулятор стабильных каких-то условий для хранения продуктов. Просто идеальный получается. То есть недаром вся Европа, вот эти погреба, какие-нибудь, допустим, сыр Рекфор, это погреба, у нее главная ценность. Там какие-то еще сыры во Франции или там где-то в Швейцарии, это тоже, если у них есть хороший огромный погреб, у них есть какой-то там суперкрутой сыр. То есть шампанское Брау Дюрсо обязано своим, как бы, качеством и всем только погребам. Вот, потому что кто там рядом страдает, говорят, ну у нас нет таких погребов, как у них. Поэтому мы строим этот погреб и, ну, по, так сказать, по отзывам, по слухам, по разговорам в России таких погребов на сегодняшний день, ну, я думаю, единицы. То есть вновь строящихся, скорее всего, вообще нет. Если кому-то старые достались в наследство, то это единицы. А используют их по назначению для хранения каких-то сыров или мяса, я думаю, если один-два человека кроме нас есть, то это очень хорошо. Рядом с домом копали, когда септик, там глина, 4 метра глины, которую трактор быстро-быстро выкопал, уехал, и мы уже занимались. И я, когда выбрал место для погреба, я взял на плечо лопату, ну, думаю, сейчас спокойненько я погребочек в глине этой лопатой выкопаю, потом начнем стены поднимать, вот, и лопату воткнул в землю, разметочку сделал, лопату воткнул в землю и уперся в камень. Думаю, ну, попался там, у нас в почве часто попадаются. Значит, откинул, еще начал расчищать, расчистил пятак рукой розетта, а там плита ровная, каменная. Вот, ну и снял я по четко, вот по размеру, значит, весь чернозем, он получился по сантиметров, там, 20-25, и моему взору открылась ровная каменная плита. Сначала вызывали трактор, нашли Беларусь в этих краях. Он, значит, приехал, сделал такую воронку практически досюда и посередине. Затем у него начали ломаться железяки, сыпаться. Он махнул рукой, плюнул, говорит, я больше уже ничего тут вам не помогу, не смогу, развернулся, уехал. И стены уже выбирались, это все ручная. То есть это лом, каелка, там какой-то клин, кувалда, все это вычищалось, выбиралось в течение практически двух лет, то есть ручным способом. Ну и трактор еще, трактор сложно сделать. Вот эта вот стена, она практически вся ровная, допустим, натуральная. Вот эта часть стены тоже. То есть трактор, конечно, так не сделает. То есть он или вывернет глыбы какие-то, там яма будет, либо наоборот что-то не сможет взять. Поэтому с одной стороны, конечно, работа была тяжелая и долгая, но результат все-таки нас порадовал. То есть самый эффективный инструмент по нашему опыту оказался каелочка, лом, клин и кувалда. То есть это в спокойном режиме, все разбирается, затем все вытаскивается. Причем мы сразу уже сортировали, мелкий щебень у нас ушел на отсыпание площадок, а крупный строительный камень мы отсортировали, чтобы потом строить крышу и какие-то стены. Плиты нам не подошли перекрытия по разным причинам. В основном из-за того, что они бетонные, и во-вторых, что они съели бы высоту, нам пришлось бы дополнительно углубляться. И потолок сводчатый оказался самым просто интересным, вкусным решением, но самым страшным, потому что это первый опыт. Почитали книжки, посмотрели, вспомнили какие-то институтские знания и решили пробовать. То есть мы сделали кружало. Кружало выставили вот здесь первый пролет, вот он примерно метр двадцать шириной, и начали выкладывать на него камень. То есть было, честно говоря, страшно, потому что казалось, что все это может куда-то рухнуть, провалиться, хотя вроде теоретическая часть говорила, что все хорошо, но глаза боялись, а руки делали. То есть что мы делали? Мы сначала в сухую на кружало выложили камень весь, одним слоем, постарались их подобрать, чтобы было минимум каких-то щелей, там еще, то есть поплотнее по возможности. Особо не подбивали молотком, ничего выкладывали, просто и все на сухую. И затем намешали раствор чуть пожиже, чем кладочный, и все вот эти вот оставшиеся места просто зачеканили, как говорится, залили раствором, и начали после этого делать дополнительные слои, чтобы довести толщину. Примерно у нас получилось около 20 сантиметров. В самой тонкой части, в средней, по краям идет утолщение, для того, чтобы эта штучка вся держалась, не расползалась, никуда не поехала. Вот, первый пролет собрали, было страшно снимать эти кружава. Когда сняли, там был этот подзвук почти барабанов, я встал на середину и стоял там балансируя, боясь, что все обвалится. Вот, но затем осмелели, и в конце концов на вот этом перекрытии уже для следующего кусочка, следующего пролета, мы мешали раствор, то есть там стояло два человека, была бадья с бетоном там, с раствором, стояла еще тачка с песком, вода, и абсолютно никаких там, ну, посторонних звуков, скрежетов, движений не было. И вот эти вот все тут у нас получилось раз, два, три, сейчас четыре пролета, и потом маленький будет добавочек еще. То есть по ним, по всем, то есть ходила куча народу, стояло там, грузился огромный вес. При строительстве цемент использовали, то есть раствор, но старались минимально, потому что у бетона, у цемента, у него есть одно качество, оно как бы и хорошее, и не хорошее, в нашем случае не хорошее. То есть бетон созревает полностью в районе, по-моему, 50 лет. И все это время он забирает в себя влагу. И просто был опыт, то есть построили погреб в коттедже, полностью забетонировали пол, плиты перекрытия, ФБС по бокам, все красиво, сухо, но там ведро воды высыхало в течение недели, испарялось. Ну и, соответственно, картошка, которая там или еще что-то хранилась, она просто там за 2-3 месяца высыхала. Поэтому вот увлечение бетоном, если нет какой-то влаги, оно чревато тем, что будет очень сухо и придется увлажнять. Поэтому здесь приходилось пользоваться во время прикрытия еще какие-то вещи, но это минимум, который не повлияет существенно на влажность. Если мы начинаем делать хороший вентиляционный поток, то он забирает у нас влажность. Если мы, значит, пытаемся сделать влажность, закрываем, у нас начинаются проблемы там с воздухом, потому что сыры при созревании выделяют СО2, еще какие-то вещи, помещение становится загазованное, это плохо и для сыров, и для человека. Пол, как видно, он естественный, и он не будет бетонироваться. И это очень важный момент именно тоже для сохранения влажности. То есть вплоть до того, что здесь можно просто взять, если влажности вдруг не хватает. То есть у нас, у сыров, влажность начинает сохранение примерно от 85% и там до 95% в зависимости от разных видов сыра, от срока хранения. И поэтому, если нам не хватает влажности, здесь можно на пол просто несколько ведер воды вылить, и влажность поднимется. Вентиляция сделана, значит, естественная. То есть сзади вот труба, это вытяжная. На входе через тамбур будет идти приточная возле пола вентиляция с сеточкой против мышей. Не рассчитывали, то есть примерно на глаз взяли, потому что здесь все-таки не жилое помещение, и наличие хоть какой-то вентиляции в принципе позволяет. То есть поджимать ее проще. Будем чем-то закрывать отверстие, затыкать немножко, если не будет, будет чересчур нам тут как-то холодно или сухо, и открывать. Это уже проще сделать. И скорость потока будем просто регулировать высотой трубы. У этого погреба есть еще один большой плюс. То есть он кажется неважным, но если столкнуться с ним, то окажется, что он очень важный, очень неприятный. Это животные, то есть грызуны. Мыши и крысы очень любят продукты, особенно в зимнее время. И допустим в подвалах домов, подполах они там орудуют вовсю, и как правило с ними очень тяжело бороться, потому что посадить допустим кошку в сырный погреб это проблематично, потому что она начнет то же самое делать, что грызуны, ну и ей там некомфортно будет. А там какие-то мышеловки, яды вообще исключаются, мышеловки бывают нефункциональны, потому что куча еды, зачем им в эту мышеловку лезть. А у этого погреба, опять же, нечаянно появился большой плюс. То есть мы на приточную вентиляцию ставим мелкую решетку, пятимиллиметровую, вытяжная труба идет сразу на крышу, она цельная, то есть там не пролезьте, а через эти стены грызунам при всем желании никак не пройти, потому что все-таки натуральный камень не позволяет ни подрыть, как они любят ходы подрывать, крысы там какие-то, ни щелей тут особых, ни для того, чтобы они могли проникнуть. И то есть мы получаем еще вот такой маленький бонус в этом скальном погребе, отсутствие практически грызунов. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно уповаю. В нашем варианте над погребом будет стоять помещение, то есть мы там сверху тоже свод получается, мы поставим фундамент, свод выровняем, засыпем ровненько это все, то есть это будет и утеплитель сразу, и выравнивание пола. Но если был бы вариант, когда над погребом нет помещения, то нам пришлось бы заняться вопросами гидроизоляции. И, в принципе, один из таких хороших вопросов, хороших, вернее, решений этого вопроса, это глиняный замок. То есть можно было, рядышком есть глина, аккуратненько размешать, полужидкой глиной этот свод замазать, причем выйти за периметр, где-то на метр, чтобы вода, которая стекает вот с этого перекрытия, она не сразу сюда текла, а немножко в стороны. И вопрос можно было бы решить таким образом. Ну, если не прибегать никаким искусственным материалом, то есть не закрывать баннером, допустим, крышу, там не делать, либо можно было бы просто засыпать землей, и как делают в деревнях, сделать просто крышу. То есть поставить столбы и крышу над этим местом, просто чтобы его вот не проливало дождем. Камень очень хорошо воду проводит, и вода не бежит сюда к нам, она просто вниз бежит, если попадает, то есть если мы хотя бы отведем на полметра, на метр в сторону воду, она уже уходит вниз. И не скапливается, не стекает. То есть это помещение не служит бассейном накопителем для воды. То есть вот это еще огромный, еще раз повторяю, плюс нашего места, что здесь этот погреб затопить практически невозможно. То есть в самом страшном варианте это будут влажные стены, после того, как какой-то ливень или потоп прекратится, там через 2-3 дня это все убежит и высохнет. Ну, это будет экспериментальный, скорее всего, первый, и в планах есть закладывание еще нескольких погребов отдельно, потому что сыр и мясо хранить вместе нельзя, мы хотим попробовать и хамон делать, в конце концов, там попозже у нас есть для этого свинки наши кудрявые, вот, а это пока будет сырный погреб. И для сыра с плесенью придется строить тоже отдельный погреб, потому что сыр без плесени, сыр с плесенью вместе, к сожалению, вообще никак не живут. На этом погребе поучаствовало несколько человек, то есть мы в основную массу, конечно, мы с сыном делали, но приезжали ребята вот из Омска, из Челябинска, тут по несколько дней, там, Женя из Челябинска подольше, вот, помогали, и, конечно, работа здесь такая специфическая, потому что, допустим, полметра идет, разбираются очень легко, сыпется такая щебеночка аккуратная, ее ведра засыпали, вынесли, потом человек садится покурить, я, говорит, все, отдохну, другой заходит, лом тык, а там скала, и то есть он полчаса просто выворачивает вот такой вот глыбарь из стены, там вот, как вот эти вот, которые потом приходится раскалывать, чтобы отсюда вытащить, то есть грунт неравномерный, ну, веселенький такой, и, конечно, тут народ, сейчас уже как-то непонятно, вот, объем работы, а когда приезжали и смотрели, как тут кувалдой шарашили по этим стенам, то надо мной даже подшучивали, что тут эти, как они, арабский труд в каменоломнях на глухом острове, как по аналогии с Римской империей, где камень на дороге в каменоломнях добывали самые, такие, так сказать, провинившиеся рабы, их туда отправляли, вот у нас тут тоже, по сути, два года была арабская каменоломня, правда, сами и в качестве рабов выступали, и в качестве этих рабовладельцев, но почувствовали, особенно летом на жаре, что такое арабский труд в каменоломнях, мы оценили по полной программе, как это, как это? Везде угол, ну, вот мы здесь будем пол углублять, то есть, вот он практически, здесь это пол, который, вот это так вот и выглядит, то есть, сейчас, оборудование вам не разбить, то есть, какой-то камень вот цепляется, выворачивается, вот оно, вот так вот оно все и было, здесь вот эта скала идет, примерно так это все и происходило в течение одного лета, потом второго, только это было все в трусах и полностью мокрое, понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на форум Хаус и мы всегда рады вашим комментариям.